Всем привет! В этом видео хочу поделиться с вами своим мнением о прочитанных мною за последнее время книгах. Такого видео на моём канале не было уже очень давно. Меня периодически спрашивают в комментариях, когда же я наконец что-то похожее сниму. Я всегда отвечала, что неизвестно мне, когда такое видео появится. Дело в том, что я снимала про все эти книги, которые вам сегодня покажу, я снимала не один раз. Но ни одно это видео у меня не получилось. Я не знаю, что происходит, почему мои мысли тут же убегают куда не надо, как только я сажусь снимать, почему у меня путаются слова, почему вместо нормального отзыва получается какая-то бредятина, я не знаю. Видимо, я разучилась снимать подобные видео и каждый раз трачу по два, по три часа на съёмку, а в итоге не выходит у меня ничего. Эти книги идут в книжный шкаф, а я удаляю все неудачные дубли с мыслью, что больше никогда я такое видео не сниму. Но проходит какое-то время, я опять снимаю, пытаюсь, мучаюсь и опять безрезультатно. Надеюсь, хотя бы это видео увидит свет, тем более, что мне есть о чём вам рассказать. Мне есть чем с вами поделиться, ну и надеюсь, сегодня у меня это получится. Фу, так, ладно, очень длинное начало. Давайте, наконец-то, приступим. Я не скажу, что книг у меня очень много. Некоторые книги, которые я читала, у меня на электронной читалке, и про них я вам рассказывать, естественно, не буду. Но то, что у меня есть в бумажном варианте, всё это я вам покажу, и про всё это я вам расскажу. Надеюсь, вам это будет интересно и полезно. А теперь давайте приступать. Наконец-то я осилила трилогию Джеффа Вендермеера. Долго я ждала выхода третьей книги, которая называется «Ассимиляция». Первые две мы с мужем прочитали уже несколько лет назад, а «Ассимиляцию» очень долго не переводили. Ну, когда перевели, естественно, я эту книгу купила, прочитала, и, честно говоря, так я и не поняла, что это за зона Х такая, откуда она взялась, и зачем Джефф Вендермеер вообще весь этот огород городил. Про первые две книги я вам когда-то рассказывала и говорила, что в целом они мне понравились. Что касается этой книги, то такого бреда я не читала давненько. В этой книге автор решил поразить читателя своим умением владеть языком. Он таких сложно сочиненных предложений здесь нагородил, что через некоторые эти самые предложения продраться крайне сложно. Я не знаю, что курил автор, когда писал эту книгу, какие препараты запрещенные он употреблял, но их, видимо, стоило прикладывать к этой книге при покупке, дабы читатель был на одной волне с автором, потому что в трезвом уме и ясной памяти понять, что хотел сказать автор, невозможно. В этой книге нам расскажут прошлое этой зоны, откуда она вообще взялась, что было до неё на этом самом месте, и настоящее, когда эта зона начала разрастаться, поглощая весь мир, скажем так. Но я так и не поняла, ради чего всё это было написано. Но ведь есть же уже похожие книги, книги, в которых авторы показывают нам, как человек себя ведёт, столкнувшись с чем-то абсолютно ему непонятным и неведомым, о чём он думает, что он делает, как он действует. Об этом есть прекрасные книги, такие как «Пикник на обочине», братьев Стругацких, «Солярис» Станислава Лема. Вандерме решил присоединиться к этой великолепной компании, но, честно говоря, его книга, она не может встать в один ряд с перечисленными мною ранее произведениями. Она просто туда не вписывается, она намного хуже написана, она намного хуже раскрывает тему. Это просто, извините, попса, по-другому не скажешь. Бестолковая книга, если из неё выкинуть половину текста, сложно-сложно-сложно сочинённое предложение упростить, ровным счётом ничего не изменится. Но автор хотел выпендриться тем, как он владеет языком, у него это получилось. Но читать второй раз это более внимательно я лично не хочу. Книгу я вам абсолютно точно не рекомендую. Но если вы, конечно, первые две читали, то эту нужно прочитать, дабы закрыть гештальт. Но если вы вообще не знакомы с этим автором, то не стоит с ним и знакомиться. Следующие две книги у меня от одного и того же автора – это Сергей Минаев. Лет 15 назад этот автор был очень популярен. Его книгу «Дух, лес» читали везде все. Действительно хорошо написанная была книга. Она была современна для своего времени. Сейчас, возможно, её кто-то посчитает устаревшей. Ну и в целом, да, действительно, то, что описывается там, на мой лично взгляд, уже давным-давно прошло. То же самое можно сказать об этих книгах. Они тоже далеко не новые. Вот эту книгу я давно хотела прочитать, но как-то руки не доходили. Книга называется «The TALKY». Название меня это почему-то всегда привлекало. Вторая книга меня заинтересовала после того, как вышел фильм «Селфи» с Константином Хабенским. Я решила сначала ознакомиться с первоисточником, потом посмотреть фильм. Да, книгу я прочитала, но фильм посмотреть я так и не могу, потому что в свободном доступе я его не могу найти. Ни на торрентах, ни просто так в интернете этого фильма нет. Видимо, нужно идти покупать диск. Придётся, потому что книга мне эта понравилась, и хотелось бы увидеть, как её сделали именно в виде фильма. Как эту идею реализовали. Да, так что, ой, ну что поделать, придётся разориться на диск. Ещё бы знать, где эти диски вообще продаются. Продаются ли они вообще где-то, и как это всё покупать, и где это всё доставать. Ну так вот, пересказывать вам содержание этих книг я не буду, смысла в этом не вижу. Могу лишь сказать, что обе эти книги о мести. О том, как один человек взорвался, кого-то обидел, и этот кто-то начинает ему мстить. В данном случае, точнее в обоих случаях, взорвался мужчина, а мстят ему женщины. Книги написаны хорошо и легко. У Минаева мне очень нравится слог, он действительно хорошо пишет. Вот его книги нельзя назвать простыми, да, какими-то, знаете, лёгкое чтиво. Нет, это не про Минаева, потому что здесь и какие-то жёсткие сцены присутствуют, и сцены сексуального характера. Видите, да, вон 18+. Какие-то острые словечки он использует. Не для слабонервных книжки. Да и месть, сами понимаете, да, дело-то такое сложное и нехорошее, по сути, по своей. Но мне понравилось, да. Это, опять же, одноразовое чтение. Эти книги будут ещё несколько лет лежать у меня в книжном шкафу, пока я не придумаю, куда их деть. Но перечитывать их я, скорее всего, не буду. Кстати, да, книга селфи мне понравилась больше. Здесь более такой запутанный сюжет, такой забористый, я бы сказала. Но эти олки, кстати, тоже очень даже неплохо написаны. Да, я не знаю, читает ли сейчас кто-то Сергея Минаева, пишет ли он сейчас книги о современном времени, да, о нашем с вами, либо же нет, но в любом случае автор стоящий. Ну, я так полагаю, кто хотел с ним в своё время ознакомиться, тот ознакомился. Теперь давайте поговорим о следующем авторе, и это «Исабель Альенде». И здесь у меня опять две книги. «Исабель Альенде» мне нравится. Я читала некоторые её книги, они мне очень понравились. Она очень хорошо пишет, очень ярко пишет. Очень хорошая писательница, которая работает в духе магического реализма. Я когда-то уже про этот реализм вам рассказывала. Такой интересный жанр, когда какая-то фантастика, да, что-то такое выдуманное, ненастоящее вплетается в обычную реальность, и получается такая фантасмагория. Очень хорошие книги у «Исабель Альенде». Она в разных жанрах пишет, да, так что можете познакомиться. Эти книги я покупала на сайте буквоет. Если вот эта книга, эта новинка, по-моему, она то ли в 15-м, то ли в 16-м году была выпущена, но я могу ошибаться, то вот эта книга, это, скажем так, классика. Эта книга, по-моему, 80-х годов, да, долгое время я не могла приобрести именно её, очень хотела почитать, и вот, наконец-то, купила, прочитала, очень рада. Очень интересные книги, естественно, я их вам порекомендую, потому что, ну, это очень хорошо и красиво написаны работы, романы. «Японский любовник» — это книга о любви, о любви, которую два главных героя пронесли через всю свою жизнь. Главная героиня — еврейская девочка, которая в годы войны приехала в Америку и жила у своих родственников. А главный герой — это сын садовника, он японец, тоже очень сложная судьба у этого молодого человека была. И вот как они друг друга любили, как их жизнь потом развела, как они потом снова встретились, и у обоих уже были семьи, и как они до конца дней своих друг друга любили, всё в этой книге. Книга очень интересная, книга небольшая, быстро вы её прочитаете, но я думаю, что вам она понравится. Что касается «Дома духов», то это магический реализм в чистом виде. Книга достаточно сложная, посмотрите, какая она толстенькая. В этой книге есть один мужской персонаж, с которым мы знакомимся, когда он молодой, и до самой его старости мы будем следить за его жизнью. И рядом с ним всё время находятся какие-то женщины. Его жена, его дочь, его внучка, как он взаимодействует с этими женщинами, как они растут рядом с ним, точнее, живут рядом с ним, растут рядом с ним. Как мир меняется, он больше 90 лет прожил, за это время изменилось очень многое в мире. И война там будет, и мирное время. Отличная книга, да, она непроста для восприятия, особенно если вы не очень понимаете магический реализм, вот эти какие-то духи, которые живут в доме, которые как-то тоже взаимодействуют, какие-то мелочи мистические. И если вы не любите такую литературу, то, конечно, вам эта книга ни к чему. Но если вам нравится хорошая литература, то эту книгу стоит, конечно же, прочитать, потому что это уже классика. И эту книгу я вам настоятельно рекомендую. Последняя художественная книга, о которой я хочу вам рассказать, это книга автора Гейл Ханимен, которая называется «Элеонор. Олефант в полном порядке». Если вы почитаете аннотацию к этой книге, то покажется, что эта «Элеонор» очень похожа на Бриджит Джонс. Но у них общего с Бриджит Джонс только то, что они периодически пьют крепкий алкоголь. На этом сходство заканчивается. На самом деле «Элеонор. Олефант» — это совершенно другой человек, совершенно другой судьбой, совершенно другими заморочками. Когда я начинала читать эту книгу, меня эта героиня раздражала, очень сильно раздражала, потому что она крайне странная. У неё в голове тараканы размером с кулак, при этом она считает, что она самый правильный и нормальный человек во всей Вселенной. Остальные все обычные люди, вот они как раз немного не в себе. Но проходит какое-то время, вы читаете, продолжаете читать эту книгу, 20, 30, 50, 100 страниц, и отношение к героине начинает меняться. Мне стало её жалко, я начала ей сочувствовать, потому что просто так с потолка люди такими не становятся. Ну, невозможно с самого рождения, без каких-либо психологических травм, действительно вот так смотреть на мир. Да, поэтому, конечно, я сочувствовала Элеонор, я за неё переживала, и к концу книги у неё действительно всё становится практически в полном порядке, уже по-настоящему, а не потому, что она там о себе думает. Мне понравилось, что автор делает Элеонор практически счастливой, не просто так, знаете, вот бац, по щелчку пальцев. Я захотела, и героиня стала счастливой, она шла по улице, споткнулась, и у неё вдруг в голове всё встало на свои места, да, или она увидела какую-то рекламу, услышала какую-то музыку, и всё сразу стало как надо. Нет, чтобы Элеонор Олефант действительно стала в полном порядке, автор отправляет её к психотерапевту. В общем-то, это правильно, такие проблемы, как у Элеонор, бутылкой водки по выходным не решить. Это действительно нужен специалист. Мне понравилось, что работа специалиста-психотерапевта показана неплохо. Видно, что героиня, посещая психотерапевта, и злится на него, и не верит ему, и считает психотерапию полной ерундой. Расстраивается, что психотерапевт взял, и, как она думает, посреди сеанса просто перестал нормально с ней общаться, или задал ей не тот вопрос, или что-то ещё не так сделал. Это нормально. Те, кто проходил сам психотерапию, те понимают, что злость на психотерапевта – это нормально. Психотерапия не может длиться две недели. Нет, такого не бывает. И минимум это 10 сеансов. Элеонор посетила их намного больше. И у неё стало получаться нормально жить. Именно благодаря специалисту, а не потому, что автор захотел сделать её счастливой. Если вы прочитаете эту книгу и подумаете, что да, действительно, психотерапия – это полезная вещь, я буду рада. Если вы прочитаете эту книгу и останетесь довольны прочитанным, я тоже буду рада, потому что книга – это достойно вашего внимания. Книга хорошая, книга добрая. Мне она понравилась. Могу её вам совершенно спокойно рекомендовать. Это все художественные книги, которые я прочитала за последнее время, я имею в виду в бумажном оформлении. А сейчас я хочу рассказать вам о книгах, которые нельзя назвать художественными, нельзя назвать, конечно, научно-популярными, например. Это книги, которые должны дать мне и вам в том числе какие-то новые знания, расширить наш кругозор, чему-то новому нас научить. Возможно, из этих книг мы узнаем что-то, чего ранее не знали, возможно, там будет повторение пройденного. Таких книг у меня в разы больше, и давайте мы как раз о них и поговорим. Первая такая книга называется «Тонкое искусство пофигизма», автор Марк Мэнсон. Сначала муж её прочитал, потом я её прочитала, потом мы эту книгу обсудили и пришли к выводу, что ровным счётом ничего нового мы не узнали из этой книги. Никакого волшебного пинка мы не получили, и тонким искусством пофигизма, к сожалению, не овладели. Я боюсь, что никто им овладеть не сможет, а автор, который эту книгу написал, он зато получил кучу денег за то, что эту книжку покупают, и оформление у неё интересное, и название такое интригующее. Но по факту ничего нового. Подобные советы, которые здесь можно прочитать, встречаются абсолютно где угодно, начиная от глянцевых журналов, заканчивая, не знаю, зомбоящиком, или какими-нибудь неглянцевыми изданиями, попроще, посложнее. Любую газету можно открыть и что-то подобное там найти. И основной совет, который можно вынести из этой книги, который, я думаю, и так все знают и без Марка Мэнсона, это то, что нужно жить здесь и сейчас. Не надеяться, что вы станете счастливыми, когда выйдете замуж, например, или когда вы заработаете свой первый миллион, или когда с вашего лица уйдут все несовершенства. Нет, счастливыми нужно быть здесь и сейчас, иначе жизнь пройдёт мимо вас. Что-то новое вы сейчас узнали? Я думаю, что нет, да, и я не узнала, зачем была мною прочитана эта книга, что автор хотел сказать. Причём автор торчит из этой книги. Ну вот вы открываете её, да, и с каждой страницы он просто чуть ли не вылезает. Вот это его я, я, я был там-то, я видел это, я такой-то, я сякой-то, я написал, я подумал, я придумал, я вот всё это реализовал, а вы всё это читаете, вы несёте мне денежку, да, потому что книги эти бесплатно никто не раздаёт, и я на вас же и богатею, какой я молодец. Может быть, он как раз этим искусством пофигизма и овладел, но вот у меня это не получилось. То есть, да, банальщина, сплошная банальщина. Нам пытаются донести, да, что не стоит рассчитывать на то, что вы станете счастливыми, когда у вас что-то будет, на самом деле так оно и есть, и в этом нет ничего нового. Что для того, чтобы себя познать, нужно в себе немножечко так покопаться, и, ну, вполне, в принципе, логичная мысль всего этого вытекает, момента моря, помни о смерти, да. Если вы будете всё время к чему-то стремиться, вы же не вечны, можете умереть, не достигнув желаемого, и получится, что вы жизнь свою прожили зря. Ну, в общем-то, и всё. Что ещё можно сказать об этой книге? Мне вот лично больше о ней сказать нечего. Её я не рекомендую. Вообще книги такие, знаете, в духе, как стать счастливым за 7 дней, или как по-другому смотреть, начать на жизнь, или что-то вот такое. Нет, не получится. Если в вашей жизни есть какие-то реальные проблемы, если разговор с подругой по душам ничего в вашей жизни не меняет, если вы утром просыпаетесь, после 8 часов сна такое чувство, что вы вообще не ложились, или всю ночь пили, гуляли, непонятно, чем занимались, если первая мысль, которая приходит вам в голову, о боже, как же пережить мне этот день, это значит, что такая книга вам не поможет. Вам поможет психотерапевт. По примеру Элеонор Олефант, вам нужно пойти к специалисту. Такие книжки читать уже поздно. Если в вашей жизни всё хорошо, ну, можно, конечно, прочитать, но вряд ли вам это что-то даст. Если вы счастливы, в общем-то, тут уже ничего не сделать. Вы и так счастливы, эта книга счастливее вас тоже не сможет сделать. Так зачем? Непонятно. Читать, конечно, интересно. Да, я не спорю, написано легко, просто, и кажется, что вроде бы что-то полезное есть. Но когда вы начнёте анализировать, что же вы получили из этой книги, выяснится, что ничего нового вы так и не узнали. При этом деньги уже потратили, да, и их вам уже никто не вернёт. Следующая книга была мной приобретена по хорошему отзыву. И, честно говоря, я абсолютно разочарована осталась после её прочтения. Книга называется «Как жить роскошной, при этом не разориться» автор Марджери Хиллс. Эта книга должна была меня мотивировать на то, чтобы меньше тратить и, соответственно, больше экономить. Но начать стоило с того, чтобы сэкономить 300 рублей, не купив эту книгу. Да, потому что никакой пользы, никакого толку после прочтения я не получила. Вообще, понимаете, вот от слова «совсем», так как сейчас модно говорить. Всё то, что здесь написано, вы можете встретить абсолютно где угодно. В гламуре, в космополитене, в журнале «Тысяча секретов», всё для женщины и даже в программке «Теле-7». Все эти советы известны нам давным-давно. Какие именно советы даёт нам автор? Как составить идеальный гардероб? Про базовый гардероб, а именно это имеется в виду, мне кажется, знают все, даже младенцы. Огромное количество видео на YouTube, огромное количество статей в тех же самых журналах. Ничегошеньки нового. Единственная разница, здесь в качестве основных цветов фигурируют чёрный и коричневый. Да, сейчас базовые цвета, конечно, совершенно другие, да и одежда тоже другая. Не юбки какие-то, да, и пальто, а брюки, джинсы, какие-то водолазки, какие-то, может быть, жакеты. Но суть та же самая. Базовый гардероб должен быть у любой женщины. Но мы с вами об этом знаем и без автора, без Марджери Хиллз. Как превратить свой дом в уютное гнёздышко? Автор предлагает нам раздать, раздарить, продать половину мебели какой-нибудь, оставшейся от прабабушки. И, ну, просто какие-то, может быть, красивые мелочи приобрести где-нибудь в каком-нибудь секонд-хенде. Ну, в общем-то, здесь тоже ничего нового. Все мы знаем, что захламлённое, заставленное мебелью пространство не может быть уютным. Ну, если вы, конечно, не любите, да, когда вокруг вас куча-куча мебели. Уже давно все знают о том, как расхламляться. Об этом пишет и Мария Кондо, и Ирина Соковых, и кто только не пишет. Да, и ролики на Ютубе тоже могут поспособствовать тому, чтобы ваш дом стал более уютным после того, как вы выбросите всё лишнее. Как поддерживать и вдохновлять любимого? Честно говоря, я так и не поняла, как это делать. Что-то я не помню, чтобы автор об этом писала, но, наверное, я зевнула в этот момент. «Как устраивать вечеринки и приёмы без особых затрат?» Эта книга была, кстати, да, написана в 1937 году, представляете, больше 90 лет назад. И, судя по этой книге, людям было абсолютно нечем заняться. Ну, ни интернета, ни телевизора, ничего нет. Надо же как-то развлекаться. Вот они ходили друг к другу в гости. Сегодня я пришла к своей подруге, а завтра, значит, подруга должна прийти ко мне, так как так принято. Я должна её принять в своём доме. Законы такие, да, нельзя всё время ходить в гости и жрать там на халяву. Нужно и гостей к себе тоже приглашать. Да, ну так как можно устроить вечеринку без особых затрат? Устроить фуршет. То, что сейчас абсолютно нормально, да, фуршет, действительно, это очень удобно. Если, конечно, у вас не такая, знаете, семья, где все любят именно собираться за одним столом, и есть салат оливье по старинке. В этом нет ничего плохого, в конце концов, в каждой избушке свои погремушки. Но для молодых людей, да, например, действительно можно устроить фуршеты, в этом нет. Ровным счётом ничего ужасного. Тот же салат оливье можно разложить в маленькие тарталетки, это будет веселее. Да, в конце концов, пиццу можно заказать или суши. Это тоже будет неплохо. Но для того времени, видимо, фуршеты были чем-то таким необычным и оригинальным. Да, ну так вот, как позволить себе всё, что вы не можете себе позволить? Не знаю. Я не поняла, как я должна всё это себе позволить. Меня не учат экономить в этой книге, мне не дают каких-то практических советов. Книга написана была в 20 веке, до Второй мировой войны. И реалии здесь, того времени, сказать, что она современна, нельзя. Сказать, что советы, которые даются в этой книге, устарели, тоже нельзя, да, потому что всё это можно на свой лад переиначить и к реалиям 21 века приспособить. И хорошая была бы книга в целом, если бы она давала больше практики. Практики нет. Можно сэкономить 300 рублей, не купив эту книгу, а просто посмотрев подобные ролики на YouTube, включив голову, посмотрев, как ваши друзья, да, пытаются заработать и сэкономить. И получится, я думаю, не хуже. Так что эта книга, ну, мимо меня, я думаю, что никакой мотивации она не даст. Мотивация – это когда дают какие-то советы. Здесь советов нет, здесь автор разводит, извините, бла-бла-бла. Вот просто. Даже в этой книге пользы больше, чем вот в этой. Так что её я абсолютно не рекомендую. Вы, конечно, смотрите сами. Отзывы на эту книгу разные. Мой отзыв такой – книга пустая. А вы думаете, надо вам оно или нет. Следующую книгу я подсмотрела у кого-то из девочек на YouTube и не могла пройти мимо. Книга называется «Это неприлично. Руководство по сексу, манерам и премудростям замужества для викторианской леди». Автор Тереза О'Нилл. Посмотрите, какая обложка. Ну, невозможно пройти мимо этой книги и не купить её. Заглянуть под обложку не получится, потому что маркировка 18+, естественно, книга продаётся обёрнутая в целлофан. А заглянуть-то хочется, поэтому пришлось купить. Я эту книгу прочитала. У меня она вызвала, знаете, такие двоякие эмоции. С одной стороны, книга действительно интересная. Она рассказывает нам о том, как тяжело жилось женщинам в XIX веке в Англии. Но, с другой стороны, сказать, что я что-то новое, такое прям вау для себя узнала, я тоже не могу. О том времени, когда в Англии правила королева Виктория, я примерно представляла. Кстати, королева Виктория правила в Британии с 1837 по 1901 год. Была она пуританкой. Виктории, ни до королевы Виктории, ни после женщины не были настолько закрепощены. Женщинам жилось крайне сложно. В те времена и ранее, и чуть позже у женщин, да, не было возможности, может быть, мыться так часто, как мы это делаем сейчас. У них не было каких-то средств интимной гигиены, которыми мы с вами пользуемся. Там вообще всё было очень сложно. Но именно во время правления королевы Виктории женщины находились в очень сложном положении. Мы с вами, да, сейчас можем пойти прогуляться просто по улице или сходить в торговый центр что-то себе купить. Можем пообщаться абсолютно с кем захотим, сходить в кафе, посидеть, и на нас не будут косо смотреть. В те времена женщина не могла вообще просто спокойно пройти по улицам, она должна была идти ни быстро, ни медленно. Она должна была идти так, чтобы ни один мужчина не захотел оглянуться ей вслед. Она не могла поднять свою длинную юбку выше определенной какой-то границы. Не дай бог мужчина увидит её лодыжку. Всё. Эта женщина уже в его голове автоматически превращается в женщину лёгкого поведения. Женщина тогда не могла просто так с кем-то заговорить. Даже если ей нравился мужчина, и она нравилась мужчине, они не могли просто сесть и поболтать. Нет, что вы, да и темы, на которые они могли разговаривать, были весьма ограничены. Ой, в общем, какой-то кошмар абсолютнейший был в те времена, и я, конечно, в это время жить бы не хотела. Хотя, когда мы читаем с вами, например, Джейн Эйр или Гордость и предубеждение, всё кажется таким радушным, таким замечательным, да. Но это просто художественная книга, и к реальности она имеет очень мало отношений, хотя в Гордость и предубеждение некоторые моменты, конечно, описаны очень даже неплохо. Но картинка, которую нам рисуют Шарлотта Бронте или Джейн Остин, это просто картинка. Если попасть туда в то время нам, современным женщинам, то всё будет крайне-крайне печально и сложно. Хотя женщины как-то жили, не вымерли же они, да, и всё у них было нормально. Ну да, вот такие были правила. Но люди к этим правилам приспосабливались, и всё, в общем-то, было неплохо. А книга эта просто пестрит разными картинками, такими интересными. Интересные темы, да, здесь поднимает автор, например, «Как вести себя в первую брачную ночь». С сексом там всё было крайне сложно. Девизом того времени можно считать такую фразу, которую я когда-то где-то прочитала. «Лежи тихо и думай об Англии». Вот так себя должна была вести женщина не только в первую брачную ночь, но и во все последующие ночи, когда она занималась любовью с собственным мужем. «Что надеть, чтобы не выглядеть шлюхой?» С одеждой всё тоже было крайне сложно. Один лишний сантиметр, и всё, клеймо о шлюхе вам обеспечено. «Как скрыть наступление критических дней?» Да, это тоже очень интересно. Прокладок-то не было, ну, таких, как мы сейчас знаем. Чем было что-то похожее, всё-таки женщинам неприятно было в эти дни ходить и капать кровью на пол. Но приходилось, вариантов было крайне мало. О чём и как говорить с мужчиной, я уже об этом упоминала. Темы были такие поверхностные, о погоде, о природе, ну и, в общем-то, и всё. «Как заниматься самоудовлетворением, при этом не умереть?» Да, вот мастурбация, это в те годы было что-то такое прямо ужасное. Считалось, что от этого люди могут либо умереть, либо прыщами покрыться, либо ещё что-то. Ну, эти страшилки живы были и во времена моего детства, если честно. Про это всё вы узнаете, и про многое другое вы узнаете. Какие-то рекламки старые, какое-то мыло там будут рекламировать, ещё что-то. И про то, какие, точнее, какое нижнее бельё было в те времена. Про это вам тоже здесь расскажут. Да, и, кстати, ещё один такой момент. Если вы любите книги, в которых описывается именно эта эпоха, середина и конец XIX века, если вы любите книги «Сестёр Остин» или «Сестёр Бронте», если вам дорог светлый образ Дженейр и Элизабет Беннетт, не читайте эту книгу. Пусть этот образ так и останется светлым. Вам не придётся задумываться где-то в глубине подсознания о том, где в особняке Рочестеров находился, простите, туалет, и как пахло от Джейн во время критических дней. Как, собственно, от самого мистера Рочестера пахло, после того, как он несколько миль на лошади на своей проскакал. В общем, такие мысли у меня в голове периодически рождаются, и я боюсь, что я свою любимую книгу Джейн Эйр теперь спокойно читать не смогу. Чтобы у вас таких проблем не было, наверное, стоит всё-таки от прочтения данной книги отказаться. Но если тема викторианской эпохи вам всё равно интересна, не только секс и разные другие манеры, но и, например, как люди жили в те времена, где они жили, что они делали, то, наверное, вам стоит прочитать другую книгу, о которой я вам сейчас как раз и расскажу. Следующую книгу я подсмотрела у блогера с никнеймом «Сиреневое облако». Хорошо очень девушка рассказывала об этой книге, она вообще хорошо о книгах рассказывает, очень жаль, что книжное видео она снимает крайне-крайне редко. Мне, честно говоря, эти видео очень нравятся, и после одного из подобных я приобрела книгу, которая называется «Английский дом. Интимная история». Автор Люси Уорсли. Книга эта не будет насыщена какими-то интимными подробностями, как предыдущая, но из этой книги вы узнаете о том, как трансформировались разные помещения, которые сейчас есть у нас дома, что собой раньше представляла гостиная, как выглядел санузел, как выглядела кухня. История английского дома начинается в 15 веке и заканчивается в 21 веке, и про современные какие-то новшества автор тоже нам пишет. Если почитать аннотацию, то сразу все становится понятно. В этом увлекательном, действительно увлекательном экскурсе по истории гостиной, спальни, ванной и кухни автор уделяет основное внимание не помещениям и предметам интерьера, а тому, как жили и чем занимались люди в постели, в ванной, за столом и у плиты. После прочтения этой книги читатель увидит свое жилище новыми глазами. Действительно, раньше гостиные выглядели совершенно иначе. В 15 веке так, в 16 по-другому, в 20, опять же, иначе. Как появилась система канализации, как раньше выглядели туалеты, как они менялись до того вида, как мы знаем эти туалеты сейчас. Плита, посудомойка, холодильник. Откуда все это взялось, и как люди жили без всех этих вещей. Жили, кстати, не вымерли же, значит, вполне нормально. Очень хорошая книга. Здесь не будет вау каких-то откровений. Эта книга написана ровно. Очень много ссылок на разные источники исторические. Ссылки все эти даны. И видно, что автор действительно писал труд научный, а не просто хихоньки-хахоньки, как в предыдущей книге. Все эти источники вы можете сами проследить в интернете или в библиотеке. Вот сноски о разных людях тут. Картинки тут тоже есть небольшие. Хорошая, достойная вещь. После прочтения этой книги вы будете представлять себе, как жили люди 2, 3, 5 веков назад, как всё изменилось. И действительно, вам будет интересно всё это читать. Хорошая книга. Не такая простая, как предыдущая. Может быть, здесь придётся какое-то время потратить на прочтение. Но действительно, всё, знаете, так по полочкам разложено. Вся вот эта трансформация. Всё это очень интересно наблюдать. Конечно, если не знать, когда там какой король правил и что в стране творилось во время его правления, может быть, где-то что-то будет не совсем понятным. Но общая канва, общая идея, я думаю, всё это будет интересно. Возможно, где-то ново. И для общего развития эта книга более чем подходит. Так что её я вам абсолютно спокойно рекомендую. После её прочтения можно совершенно спокойно читать Джейн Эйр и Гордость и Предубеждение. Никаких посторонних мыслей где-то в глубине подсознания возникать у вас не будет. Следующая книга уже совершенно о другом написана. Называется она «Знаем ли мы русский язык?» Автор Мария Аксёнова. Эту книгу я, кстати, тоже подсмотрела у блогера «Сиреневое облако», за что ей огромное спасибо. Честно говоря, я даже не знала о существовании этой книги. О чём эта книга? Давайте полистаем её оглавление, и сразу всё станет понятно. Вот, например, глава «Язык и время» про новые слова, про старые слова, про жаргон, откуда он появился, про какие-то новообразования коммерческие, про те слова, в которых мы часто делаем ошибки. Здесь об этом написано. Откуда вообще слова берутся? Вот, посмотрите, халтура, троглодиты, да, про что это, откуда это взялось. Про заимствованные слова здесь есть глава, профессионализм какие-то же организмы. А почему мы так говорим? Вот, посмотрите. Интересно же, да, почему мы говорим «тихой сапой», да, или почему мы говорим «мыльная опера». Да, здесь про это будет написано. Про то, как правильно называть жителей некоторых городов. Например, город Архангельск. Да, я, например, никогда не задумывалась, как назвать жителя Архангельска. Архангелец, Архангелка. Как правильно произнести? А на самом деле всё просто. Архангелогородец, да, или Архангелогородка. Вот так. Я об этом не знала. Для меня это стало откровением. Спасибо огромное этой книге за то, что я стала чуть-чуть умнее. Да, о разных фамилиях и псевдонимах. Посмотрите, сколько здесь крылатых выражений рассматривается. Какие-то мы с вами знаем, какие-то нет. Будет интересно всё это прочитать. Про разные названия. Например, что такое оксюморон или катахреза. Я вообще этого слова никогда не знала. А здесь вот про это написано. Или парадокс, слова-перевёртыш. Ну, интересно же. Вы только вчитаетесь в эти названия, в эти главы, и сразу захочется купить эту книгу. Узнать русский язык ещё лучше, ещё глубже, стать ещё умнее. Если у вас есть дети, обязательно приобретите. Приобретите. Детям будет интересно, потому что книга написана очень хорошо, очень легко, очень доступно. Замечательная книга. Всем её рекомендую. И буду очень рада, если вы прислушаетесь к моему мнению, и эту книгу приобретёте. Следующая книга, с которой я хочу вас познакомить, называется «Стойкость. Мой год в космосе». Автор американский астронавт Скотт Келли. Это книга-автобиография. В ней Скотт Келли рассказывает о том, как он практически целый год провёл на Международной космической станции. В 2015 году вместе с российским космонавтом Михаилом Борисовичем Корниенко он участвовал в годовой экспедиции на порту МКС. Они провели 340 дней. Ну и сколько-то там часов, представляете? Почти год, действительно, целый год. Они находились безвылазно на этой станции. Но вот, к сожалению, Михаил Борисович подобную книгу не написал. А вот Скотт Келли написал, и мы можем её прочитать и узнать, наконец-то, чем космонавты и астронавты занимаются на МКС. Мы узнаем о том, как они питаются, как они развлекаются, как они выходят в открытый космос, как они проводят разные эксперименты, какие сложности их там поджидают, какие трудности бывают. Узнаем о том, что космонавтам самим приходится чинить технику, которая находится на борту, потому что нельзя, например, сантехника в космос отправить. Нет, если засорилась не канализация, а космический, извините, пожалуйста, туалет, то чинить его будут сами астронавты. Помимо того, как Скотт Келли провёл свои 340 дней на орбите, мы узнаем о том, как он, в принципе, захотел стать космонавтом, что его к этому побудило, как долго и упорно он шёл к своей мечте, как он учился, как он тренировался, как он, наконец-то, был зачислен в отряд астронавтов, как долго он ждал зачисления в отряд, который полетит на шаттле, на орбиту, как он переживал по этому поводу, как его семья к этому относилась, к его мечте и к его постоянным отлучкам. Замечательная книга. Даже если вы не интересуетесь космосом, её вполне можно прочитать, как обычную художественную. Там нет каких-то технических подробностей, каких-то терминов заумных. Нет. Эта книга-автобиография легко и хорошо написана, из которой вы узнаете чуть больше об астронавтах. Книги, к сожалению, наши российские космонавты редко пишут о своём опыте пребывания в космосе, а вот американцы, канадцы, европейцы, они пишут подобные книги, пишут хорошо. Я некоторые из этих книг читала, но мне они действительно очень понравились. Так что эту книгу я вам рекомендую и подросткам могу порекомендовать абсолютно спокойно и детям, не знаю, лет, наверное, 10-12. Это тоже будет интересно. Может быть, они тоже захотят когда-нибудь в своей жизни полететь в космос. Но это на самом деле здорово. Чуть больше узнать о том, что такое МКС. Потому что болтается там эта станция, болтается и болтается. Но на самом деле это не просто так станция. Это очень интересное место. И знать о нём, я думаю, лишним не будет. Ну и в завершении этого видео я хочу показать вам несколько книг по бьюти-тематике. Я бьюти-блогер. Я думаю, вы об этом прекрасно осведомлены. Я постоянно рассказываю о каких-то пустых баночках, о каких-то покупках косметики, декоративной, уходовой. В какой-то момент мне стало интересно, а что я, собственно, на себя мажу. И если несколько лет назад, когда я начинала вести свой канал, подобных книг не было, то сейчас подобных книг становится всё больше и больше. Я их приобрела четыре. Каждая книга что-то мне дала. Я не считаю, что какую-то я купила зря, а какую-то единственную я и должна была купить. Нет. Каждая книга имеет свои плюсы, свои минусы. Я об этом вам расскажу. Если вы захотите, вы можете благодаря мне немножечко сэкономить, купив только одну какую-то вещь, а не все из тех, которые я вам покажу. Ну да ладно, хватит болтать. Давайте приступим. Первая книга по бьюти-тематике, которая у меня появилась, называется «Корейская философия красоты». Автор Винни Ли. Я эту книгу купила в гипермаркете ОК. Рублей так за 340. Меня заинтересовала обложка и надпись «Выбрать все ненужное из своей косметички». Мне стало интересно, что автор предлагает мне выбросить, а что оставить. Я эту книгу купила, прочитала. Очень быстро она читается, очень легко. И вы знаете, мне она понравилась. Я не скажу, что это лучшая книга из тех, которые у меня есть по этой теме, но она действительно неплохо написана и дает общие знания как о коже, о том, как кожа меняется, какая она бывает, так и о косметических средствах. В этой книге есть разборы составов. Немного, но все-таки это присутствует, как образец, скажем, чтобы мы сами могли взять любой тюбик из тех, что у нас есть, и посмотреть, какие ингредиенты содержатся в нашей косметике. Страшные они или не очень страшные, полезные или, скажем так, бесполезные. Наконец-то я поняла, из чего состоит косметика, что влияет на ее текстуру, какая база бывает косметическая, какие другие компоненты входят. Что здесь еще? Тема про тоники, эмульсии и лосьоны, она не совсем, я думаю, будет нам, европейцам, понятна, потому что корейские подобные средства и европейские, это разные вещи, но об этом тоже будет интересно почитать. Про антивозрастные компоненты написано, есть тема «Правда и мифы». Есть целая глава о солнцезащитных средствах, очень интересно написанная. Есть глава о том, как ухаживать за кожей, какие бьюти-ритуалы должны быть в нашем уходе. Все это очень подробно, все это очень интересно. Ну, точнее, как очень подробно, относительно подробно, но общую тенденцию вы уловите в любом случае. Есть вопросы к Винни, есть ее ответы, но, к сожалению, косметика, о которой пишет автор в своей книге, косметические какие-то бренды, они либо очень дорогие, либо не представлены в России. Это такой, скажем, недостаток. Ну, если вас заинтересует что-то, из того, о чем пишет Винни Ли, то всегда можно это приобрести, благо интернет есть, я думаю, у многих. В целом, книга неплохая, мне она понравилась, но я знаю, что есть книги по этому вопросу лучше, и я вам сейчас как раз такую книгу продемонстрирую. О существовании следующей книги я узнала благодаря бесплатному журналу, который выдают на кассе в магазине «Подружка». Судя по статьям в журнале «Подружка», в этой книге действительно нормально рассказывается о косметике, нормально, доступно, интересно, увлекательно, в какой-то степени даже подробно. Я осталась в восторге от этой книги, ее я тоже неоднократно перечитывала, как и книгу Винни Ли. Очень много нового узнала, базу получила неплохую, и периодически в своих роликах я, рассказывая о косметике, упоминаю информацию, которая есть именно в этой книге. Так что книга замечательная. У этой книги два автора, это Маша Ворслав и Адель Мефтахова. Адель отвечает за уходовую косметику, это первая часть книги, а Маша Ворслав отвечает за декоративную косметику. И об этом вторая часть книги. Честно говоря, вторую часть книги я пролистала. Меня декоративная косметика не очень сильно интересует. Я когда-то смотрела старое видео Лены Крыгиной, где она рассказывает, как правильно краситься, как использовать косметику, куда все это наносить. И тех знаний, полученных мной несколько лет назад, мне лично более чем достаточно. Но в этой книге они структурированы, с картинками, со всеми подробностями, которые могут быть. Вторая часть книги заинтересует тех, кто любит именно декоративную косметику. Но меня интересовала первая часть этой книги, и эту часть я читала с огромнейшим удовольствием. Адель провела огромную работу, она очень интересная, хорошо написала свою часть книги. Эта книга действительно поможет вам разобраться в том огромном бьюти-арсенале, который сейчас представлен на нашем рынке. И про солнцезащитные средства, и про тоники, и про кремы, и про разные кислоты, и про антивозрастную косметику. Разные активные компоненты здесь перечисляются. Как правильно пользоваться всем этим, когда и что нужно наносить, и нужно ли наносить, об этом, обо всем вы узнаете из этой книги. Вот можно посмотреть оглавление про типы кожи, про состояние кожи, про косметику для лица, про сыворотки, маски, про разные кремы, уход за телом. Очень интересно, очень хорошо. Также здесь нам автор предлагает разные варианты средств, например, очищающие средства, мицеллярные воды, опять же, на таких картиночках с небольшим описанием представлены. Но эта косметика, о которой нам пишет автор, которую он предлагает нам приобрести, она достаточно дорогая. Думаю, вы видите на картинках, что, в общем-то, косметика далеко не бюджетная. Ну, возможно, она работает. Если говорить о том, какая книга мне понравилась больше, эта, либо же предыдущая, я скажу, что вот эта книга Адель Мефтаховой на меня произвела больше впечатления. Но и книга Венели для меня оказалась тоже интересной. Какие-то темы перекликаются здесь. О чем-то Венели более подробно пишет, о чем-то Адель. Но в целом иметь какую-то из этих книг в своем арсенале, на своей книжной полке, если вы интересуетесь косметикой, я бы вам посоветовала. На первых двух книгах я не остановилась и приобрела вот такую книгу. Называется она «Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика». Авторы Тина Арасмяя Медер и Оксана Шатрова. Эта книга, наверное, самая дорогая по бьюти-тематике из тех, что у меня есть. И я скажу, что всем без разбора она не нужна. Она для того, чтобы глубже погрузиться в бьюти-тематику, чтобы узнать именно о том, из чего состоит косметика. Здесь идет рассказ именно о косметических ингредиентах. Их здесь более сотни. Давайте откроем оглавление и посмотрим. Вот, видите? Первый раздел будет посвящен компонентам природного происхождения. Посмотрите, сколько их много. Здесь нам расскажут и про абрикос, и про базилик, и про арнику, и про морковку, про жемчуг, и про водоросли. Второй раздел о химических ингредиентах. Здесь про витамины, про витамин С, про ниацинамид, про салициловую кислоту, про кислоты летние. Очень интересная, кстати, глава. Также биотехнология. Мы узнаем о том, что такое гиалуроновая кислота, пептиды, разные протеины, какие-то стволовые клетки, фитоэстрогены и прочее-прочее. Посмотрите, как внутри выглядит эта книга. Открываем первый раздел и начинаем читать про абрикос. Здесь будет все про абрикос, где он растет, как из него добывают нужные действующие вещества, в какой косметике он используется. Здесь иногда приводятся даже очень сложные какие-то химические термины, какие-то цепочки химические, и как из одного вещества получают другое, из другого третье, и в итоге на выходе получают то, что уже было задумано. В конце каждой такой небольшой главы есть сводная таблица. Вот, например, абрикос. Под какими названиями он встречается в косметике, для чего он используется, в каких средствах, для какой кожи, и какое процентное соотношение будет. Сколько этого абрикоса нужно положить в косметику, чтобы она работала. Точно так же здесь и про авокадо будет написано, вот посмотрите. И про разные другие компоненты, и про кислоты. Очень много здесь именно про растительные компоненты. Это очень интересно. Вы знаете, некоторые эти компоненты, они просто уникальны, они чуть ли не волшебны. Например, я прониклась маслом виноградных косточек, еще какими-то компонентами, жужуба, то же самое. Оказывается, что это чуть ли не панацея от всего. Очень полезный компонент. А я всегда проходила их мимо. Да, так что вот. Про солнцезащитные фильтры здесь будет написано, про разные химические вещества, как они попадают в косметику, и для чего они там нужны. Очень интересно. Очень. Вот поверьте, эта книга безумно интересна, если вы готовы платить за нее огромные деньги, она стоит больше 700 рублей, если вы готовы продираться сквозь вот эти химические какие-то названия. Вы будете искать компоненты в своей косметике, которые вас заинтересуют. Это абсолютно точно. И будете приобретать то, что вас заинтересовало. Например, я просто впечатлилась разными кислотами, и после прочтения этой книги купила несколько кремов с кислотами, о которых до этой книги я даже не знала. Но теперь они есть в моем арсенале. Кстати, здесь есть также небольшая вот такая таблица, сводная таблица воздействия косметических ингредиентов. Вот смотрите, что вам нужно, и какие компоненты должны быть в вашей косметике. Вот посмотрите, питание кожи лица, шеи, декольте. Меня очень интересовало. Я выяснила, что для этого отлично подходит масло виноградных косточек. Довольно бюджетное и очень действенное. Либо же какие-то витамины. Табличка такая достаточно большая. Все компоненты туда включены. Отличная книга. Ну, я об этом уже говорила. Мне она понравилась. Но я не скажу, что она всем нужна. Если вы хотите, в принципе, разбираться в косметике, вам одна из этих понадобится. А если вот именно в ингредиентах хотите разбираться, то без этой книги вам, конечно же, не обойтись. Ну, и последняя на сегодня книга называется «Бьюти-мифы». Авторы Тина Арасмяя-Медер и Яна Зубцова. В этой книге рассматриваются 50 самых популярных бьюти-мифов. Какие-то из них подтверждаются, какие-то опровергаются. Что касается этих самых мифов, их здесь действительно 50. Они абсолютно разнообразные. Все с вами я рассматривать не буду. Ну, давайте хотя бы парочку для примера. Например, есть такой миф, что парабены – это вредно. Все боятся парабенов. Все до единого. На самом деле ничего ужасного в парабенах нет. И здесь в этой книге об этом четко и понятно написано. Также, если вы, например, считаете, что мицеллярную воду не нужно смывать, то вы не правы. Да, смывать ее необходимо. Есть люди, которые считают, что натуральная косметика лучше, чем ненатуральная. Это тоже не совсем верно. Так, что еще, да, про гипоаллергенную косметику тоже миф. Такой косметики не существует. Есть раздел про разные бьюти-процедуры. Гиалуроновая кислота, ботокс, механические чистки. Что полезно, что вредно. Здесь об этом написано. Также есть разные мифы, связанные с кремами, в составе которых есть солнцезащитный фактор. Очень интересный и странный миф гласит о том, что зимой в мороз нельзя пользоваться увлажняющими кремами для лица. Якобы на коже потом вода, которая содержалась в этом креме, превращается в лед, и коже вашей приходит конец, мягко говоря. На самом деле я вообще не понимаю, откуда взялся этот миф. Ну что за бред. Человеческая кожа имеет температуру 36,6. И клетки кожи, и вода, которая содержится в этих клетках, тоже имеет температуру 36,6. Ну никак не минус 20. Ну что за глупость. Конечно, ничего нигде не замерзнет и не потрескается. Ну я не знаю, откуда этот миф взялся. Причем он, зараза, такой очень живучий. Да, естественно, я думаю, все знают о том, что кремы любые увлажняющие, питательные, солнцезащитные нужно наносить минут хотя бы за 20 до выхода из дома. Но бояться увлажняющего крема в мороз, глупость и бред. Вот такие и разные другие мифы рассматриваются в этой книге. Если есть возможность ее у кого-то взять, почитать, возьмите, просто развлечетесь, вечерок скоротайте. Но идти и покупать эту книгу специально и осознанно, ну я думаю, не стоит. Вот такое количество книг было прочитано мною за последнее время, за год, может быть, чуть больше. Да, кто-то скажет, почему так мало. Ну вот так получилось. Если бы я нашла больше интересных книг, то я купила бы больше интересных книг и о большем количестве вам бы рассказала. Ну а так, что есть, то есть. Надеюсь, я была для вас полезна, надеюсь, вам понравился мой отзыв на эти книги. Спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok